Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео хотелось бы ответить на популярный вопрос, но он такой очень простой. Казалось бы, он стоит на поверхности. Кто же тот человек, который хочет и может стать именно Android разработчиком? Кто же он такой? Устраивайтесь поудобнее и мы начинаем. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем, в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет два разработанных мобильных приложения и два отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Итак, человек, который хочет стать Android разработчиком в моем понимании. Это человек, интересующийся или активно пользующийся мобильными приложениями и желающий создавать нечто подобное. Это человек, у которого есть некие идеи по реализации того или иного продукта, и он хочет сделать все самостоятельно. Это человек, который, возможно, хочет сменить профессию и заниматься любимым, интересным делом и получать очень высокий доход. Это человек, который очень сильно хочет стать Android разработчиком и готов свернуть для этого горы. Это человек, который хочет что-то делать особенное и менять жизни очень многих людей. Я не побоюсь этого слова. Здесь тысяч, десятки тысяч, а может быть и миллионов людей. И это человек, который хочет сделать что-то особенное и оставить след о себе в этой жизни. Это мы разговариваем про хотелки. Хорошо, что человек этого хочет, но кто же может стать Android разработчиком? Android разработчиком может стать абсолютно любой человек, который знает, как включить компьютер. Что нужно для того, чтобы он стал Android разработчиком? У него не должно быть отторжения в построении визуальных интерфейсов. То есть для него такие опции, такие действия, как перетащить кнопку, поменять цвет, поменять форму, что-то подкрутить, что-то подсоединить, переосмыслить свой интерфейс своего мобильного приложения, сделать его более интересным. То есть работа с такой визуалкой, а иногда даже с фотошопом, у него не должно вызывать отторжение. Если вызывает отторжение, то ничего не получится, потому что по большей мере это работа с визуальным интерфейсом. Да, с кодом, вы кодом будете править этот визуальный интерфейс. Да, есть способы без кода, но лучше править кодом. И если у вас нет отторжения, хоть и кодом, но к тому, что хоть и кодом, но тем не менее править визуальный интерфейс, анализировать лучшие практики по дизайну, находить эти лучшие практики на том же сайте Pinterest, возможно в Инстаграме, якобы запрещенном. То есть в суть вы находите что-то интересное, что вы сможете применить в своем проекте, берете идею на вооружение и реализуете ее под себя. Итак, мы уже отметили, что отвращение к работе с дизайном не должно быть. Android-разработчиком может стать тот человек, который готов учиться на него. Android-разработчиком может стать тот человек, который готов встречаться с трудностями, потому что всегда для того, чтобы вы смогли реализовать ту или иную задачу, вы всегда будете сталкиваться с трудностями и будете искать решения в интернете по поводу решения этих трудностей. Вы должны быть готовы к постоянному обучению, потому что все очень много меняется. Короче, нужно постоянно учиться и не бояться предлагать очень интересные реализации тех или иных задач по своему усмотрению и по-новому. То есть, по факту, подводя итог, видео будет очень коротким, но подводя итог, можно сказать, что Android-разработчиком может стать человек, которому нравится работать с интерфейсом мобильного приложения, то есть настраивать его особенным способом с интересным дизайном, учитывая лучшие практики, которые существуют на рынке, при этом делая интерфейсы мобильного приложения удобными, то есть размещая свои элементы, вы должны уже понимать, насколько будет удобно вашим пользователям пользоваться именно так. То есть вы должны понимать, что кнопка в удобном месте, переключатель тот в удобном месте, то есть вы должны уже понимать, что ваше мобильное приложение удобно. Кроме того, конечно же, это только часть мобильного приложения, визуала только часть мобильного приложения много времени тратится по настройке функционала и вы должны не пугаться программирования, а для вас программирование должно быть по большей мере развлечением на самом деле, чтобы вы могли профессионально как бы в это окунаться и чтобы вас это не напрягало мне очень нравятся иностранные коучинги, большие большие так скажем лагеря они называются, когда даже на все лето люди уезжают и объединяются общими идеями и учатся программировать вместе, я даже таком я видел такой лагерь, это было за границей и я видел как люди там как бы объединяются общие идеи и очень круто обучаются программированию и я конечно не согласен с тем, с такими курсами, где обучение программированию строится как развлечение, потому что это по меньшей мере легкомысленно но подход, который там идет мне очень симпатичен и вы не должны вас программирование не должно вызывать какое-то тяжелое состояние вам должно быть это интересно но я хочу вас предупредить в том, что чтобы этот интерес не был катастрофический у меня было такое потому что за этим интересом вы можете не замечать сколько времени вы будете проводить за компьютером и такое большое количество проведенного времени может вызвать проблемы со здоровьем в плане шеи в плане сосудов и вот этого всего и поверьте, потом вы потратите от 3 до 4 лет, чтобы вылечиться и вам это не нужно то есть нужно следить нужно погружаться в программирование но следить за временем но следить за временем так, чтобы ваше погружение в программирование не было потом в дальнейшем фатально для вашего здоровья и давайте еще раз я подведу очередной итог кто может стать андроид-разработчиком опять же, это человек который не боится и которого не то что не боится а которого не тошнит от того, что он будет заниматься визуальным оформлением мобильного приложения у которого есть интересные идеи он хочет их реализовать который прям хочет стать андроид-разработчиком и будет как дятел долбить это дерево чтобы прийти к своей цели у него есть интерес к программированию и появляется невероятное состояние когда он что-то сделал у него заработало просто есть люди-исполнители а есть люди, скажем так архитекторы-создатели и если вы бьетесь над чем-то и у вас в итоге это получается и вы испытываете невероятные просто невероятные эмоции того, что это создали именно вы и у вас невероятная радость и какое-то хорошее какое-то классное состояние то я поздравляю архитектор и создатель и профессия андроид-разработчик идеально для вас подходит но в целом это все что я вам хотел сегодня рассказать в следующем видео я расскажу вам о том как находить идеи по дизайну по внешнему оформлению для своего будущего проекта на сегодня у меня все с вами был проект Мабу до встречи на следующих эфирах всем пока